Вот ребята, утро раннее, следующего дня. Хочу показать, ночью был небольшой заморозок, вот видно, лёдик в ведре, по краям. Что немножко приморозило, но вышел я на берег, посвистел рябчиков, тишина, никакой активности. Санька зашёл, пошёл вверх болота, выстрел был, может метров в 200, 150 отсюда, рябчика, наверное, шлёпнул. Так, больших перемен нету, баньку затопил, сегодня будем в баньке мыться. Затопил, что-то дыма не видать, избуху затопил. Сейчас супчик разогрею, завтрак по тарелочке. Санька, дождусь. Поедем на речку, посмотрим, что у нас по рыбе. Особо, короче, хвасать нечем. Сюда часто выезжают, и всю мелочь, всю рыбу, всю вылавливают. Сюда у нас тоже тропиночка, там на визиру выходишь, но она ни о чём на север идёт, потом выходит на горельник, и там теряется. Ладно, будут перемены, продолжим. Ну вот, Санька пойдёт сейчас порыбачит. А я пойду прогуляюсь здесь по дороге, там пацаны сруб поставили, хочу до них пройтись посмотреть, на лодке мы не стали причаливать, время терять. А Санёк вот здесь вот порыбачит. Посмотрим потом, что получится. Потому что мы в дороге. Тимошец, пойдём. Пойдёмте мы до избушечки спокойно идти. Вот я по лесу прошёл. Смотрите, здесь как парк. Видимость, что меня видно, что я всё вижу. Всё как на ладони. Парк Тимоха вообще носится, как уморешённый диапазон увеличился. Вот эта дорожка идёт. Ну это обе идут к реке. Ну это вот ниже. А я вот пойду по этой. Там парни знакомые. Срубчик поставили, говорят. В этом районе. Хочу пойти посмотреть. Да вам показать. Да, тут классно. Тут и на снегоходе подъезд. Если сверху заезжать. И на машине. Ну, не дорожнички. Можно проехать. Сюда лесовозы возили, всё, тут ездили. Раньше тут общая изба стояла. На этом месте. Потом её сожгли. Мы до туда дойдём. Я продолжу вам рассказывать. Вот я вышел на речку. Тут было награждение, столик сделанный. Но это не тут, где избу должны были поставить. Мне надо немножко дальше пройти по дороге. Ещё на следующий поворот. Где-то вот там. Это будет срезать. Потому что это не то место. Это не видать. Тимошка, он бегает. Не за разница. Обратил внимание, стал просматривать. Шум от приближения идёт. Двигателя. Записывается. Мне это не нравится. Ладно, пойду дальше по дороге. Выйду, надо дойти по-любому. Так много, ребят, я прошёл. Но вижу уже вот здоровенный сруб. С двух частей, я так понимаю, они его делают. Сейчас подойдём поближе, всё увидим. Да, видно. Они нанимали пацаны-профессионалов. Это видно сразу, даже сдалека. Вот это хижина. Они ещё и не собрали. Да. Звезда в шоке. Ласточкин хвост рублено. Это просто супер. Просто супер. Лаги, видать, они попозже. Вот это хижина. И баланы серьёзные. Сейчас он усядет, подсохнет. Но там они будут накидывать. Ну, за 25 штук это даром, ребята, даром. А что, лес тут добротный. Надеюсь, это всё перепилят, уберут за собой. Откуда же они его таскали, что-то тут поблизости. Но работы проделано немало. Да. Это, я так понимаю, выход будет. Крыша. Два бремена, повыше. Это маленькая веранда, конечно. Но потом нарастят и сами. Вот она, да. И низ идёт. А тут вот речка. Да. Классно. Молодцы. Ну, яшка, яшка. Просто супер. Сейчас он усохнет. Всё будет нормально. Ох, на дверь вставят. Ну, работы у них ещё много. Это только самое начало. Сруб. Это даже не пол, а третья часть. Строится тут ещё и с ровицей. Всё у них впереди. Сейчас я выйду на берег, его видно сразу. Такой крутой, обрывистый. В плане воды, конечно, да, ребятам будет тяжковато. Насос надо, чтобы не бегать. А, вот здесь они располагались. Чё, кто-то даже, наверное, не уезжал ночевать, я смотрю. Хотели они жить у меня в избе. Может, ночевать приезжали. Вот такой вот обзорчик. Такое не каждый день увидишь, пацаны. Потому что тут серьёзные парни работали. Надо у Яши узнать. Так, лес если закупить, с пацанами поговорить, всё будет подешевле. Сейчас сруб стоит, мама, не горюй. У меня друг ставил баню. Кругленькую сумму она ему обошлась. Да, ну вот подъезд у них, конечно. Вот она. Как считается, омлага. Раньше считалось. Ну, хотя омлага оба ручья прямо передо мной. Нижняя и верхняя. Два ручья омлага. Оно омлагаель. По коме называется, правильно? Потому что есть у меня карта. Да и на этом. В угол заходишь. Там правда только верхний по-моему стоит. Просто омлагаель. Второго даже названия не написано. Если набираешь. Так. Тут, конечно, красиво. Но за водой ходить неудобно. Ну, сделать можешь лестницу. Чё? Парни молодые, им ещё тридцати нету. Здоровье море. Пусть работает. Тимошка, ты опять у меня убежал, трошка. Ну, собака моя. Носится вообще молодец. Сосновый борт для него пустяк. Он уже по ельнику лазит. Да, Тимош? Скажи, чё ты начинаешь? Да, не знаю, даже охота ещё тут как бы поснимать. Ну, молодцы, пацаны, молодцы. Помню, они, по-моему, двух недель не были. Сильно. Ну, и баланчики там серьёзные. Баланчики серьёзные. Вот они спали. Может, работяг так доставляли их. Они на двух или на трёх лодках ездили. Народа это, наверное, было много. Но у меня, в принципе, шесть человек спокойно может разложиться. Сами видели там у меня одни нары практически как общие в избах, когда сплошняком нары делают. У них, наверное, тут тоже что-то подобное будет. Это как у Пашки наверху. У них тоже такая здоровая. У них крыша ещё больше. И выносы такие. У них там всё стоит уже. Плита, кухня. Собак они там вяжут свои, чтобы с другими не дрались. Ну, посмотрим, как дальше дела пойдут. Ну, это супер. Это, конечно, супер. Это просто молодцы. Молодцы. Смотрите сами, какие баланы здоровенные. Просто обхватили. Я думал, они как-то так попроще избушечку сделают. Я вам даже объяснял, как я делал. Меня как научили по коме. Вот так вот ласточкиным я, конечно, не делал никогда. Да и не сталкивался с этим. Думаю, если бы хороший человек объяснил, я бы научился. Но я в своей жизни настроился уже. мне даже это как бы неинтересно познавать. Сейчас пилы маленькие. Джик-джик. Топорики молодцы. Молодцы, пацаны. Респект и уважуха. Респект. Ладно, пойду назад, там посмотрю, может до Бузгана спущусь. Бузган, кость. перекатик у нас такой есть. По нему не проехать, его тащить надо. Мы его протаскивали, но я там не стал снимать, потому что может на обратном пути сниму. Просто плита заиленная идет. Да, серьезно поработали. Еще хватает. Работа еще валом. где они валили, там вот одно вижу здесь, здесь, а вот так-то недалеко пенечки стоят. Самый ништяковый воблизости вырубили, но леса тут хватает, сосновый бор, это у нас елка, там даже тащить, вот, вот пенечки. Молодцы. Верховой рез. Молодцы, парни. хожу, а вот отворотка идет на бузган кость. Чуть ниже схожу, покажу, прогуляюсь. Правда, сдалека, там кустарник, к нему близко не подойдешь. Ничего, делать нечего. о таких прогулках всю зиму мечтаешь. А у нас остался сегодня денечек, завтра но домой. До следующей осени ожидать, чтобы сюда заехать. Вышел я, пацаны, на берег. До бузгана вон там прилично, поэтому чеплыжнику не пойду. Тут вот смотрю, осики нахаживали летом, и когда все примято. но здесь всегда лежки, не видеть, все лето здесь по ночам лежать, по ночам двигаются, днем лежать, наблюдают, как мужички проезжают, стыркаются, на перекачке тащат. Ну а кто здесь мог еще ходить? Руководчики больше никому. Ну вот все исхожено, все примято трава. Что, здесь мелко, они спокойно переходят. Да, до бузгана мне далеко идти. Ну вот он, этот перекатик. Ничего такого не бурлит, ничего, просто невозможно проехать и все. Ну тут, когда вода повыше, в тот раз мы с Санькой были, я проезжал его, с горем пополам, но со второй попытки прошел, лень было вылазить, у него брод не было. А в этот раз мы его тащили. По большому счету, вот мы заходили в избушку, она там выше стоит, когда поднимали вчера я снимал ее на обзорчик. На нее еще пилить. Вот эта дорога, по которой я сейчас шел, она все идет вдоль речки, оттуда, от Курдюка, где мы ночевали три ночи. как бы спокойным шагом пройдешь и спокойно от избушки до избушки дойдешь. Здесь пузган перейти, до Сереги можно дойти. Вышли мы, ребят, тут тоже место такое, рябчики раньше все время были, сейчас что-то не вижу. Вот их порхалище, где они камушки себе добывают для переваривания пищи. свежих не видно порхалищ, чтобы они там что-то были. Странно, по одному где-то свистят, но сегодня вообще не было ничего, вчера. Санек сегодня стрелял, одни перья куда, не нашел ни рябчика, ничего. С 15 метров, говорит, четверкой. Сомневаюсь, что он мог его разнести в плочья с 15 метров. Я думаю, больше всего что он не нашел его. Ну ладно, пойду я сейчас к Саньку, а там еще хочу в одно место свернуть, чуть ниже избушки Андрюхи, где начиналось это все у нас раньше. Ее сожгли эту избушку и память все сожгли. Но память осталась. Все равно я туда приходил, вспоминал ностальгии. С 16 лет мы уже самостоятельно ездили по этой речке. 17 так вот таскали по перекатам лодки, шли учились проходить фарватах, познавать речку. Сейчас уже едешь, все аккуратненько, спокойненько. Ну и вихри, конечно нам достались от отцов уже хорошо подушатанной. Сейчас импортные моторы работают. Стабильное с нуля советской сборки вихрь был, думаю тоже никаких проблем не было. А то, что сейчас выпускают сплошная сыромятина. Тимошка что-то побежал так активно. Для него это новое, он как запах какой-то учует, начинает поставить, посмотреть. Маленькие птички летают, он на них погавкивает, а так нет. Пойду я за Санька ребят. За Санька вот туда надо идти. Здесь этот ворот тоже к речке идет. Хочу по ней сходить. Я там как-то выводок косачей поднимал. Тоже двух штучек забрал. Сейчас что-то вообще в лесу, ну ничего нет. Просто одно разочарование. Я понимаю, что еще не время, но хоть что-то должно взлетать. Где-то. Где оно все? Не может быть, чтоб не было ничего. Сколько бы сюда народу не ездило, по рыбе понятно, вылавливают, выкалывают, сейчас у всех станции все лучат сетями, переметами, чем только не ловят. И нефть прорвало на Ярике. Тоже много побило, думаю. Я даже больше, чем уверен, что в основном все из-за этих компаний. Вот еще одно порхалище. Вот здесь, да, все время подходил, тоже рябчики. Пойдем, сходим вниз. Вот, тут-то видно, что это движение. Вот, здесь они камушки роют, перышки чистят. У меня произошло автоматическое переключение носителей. Что получается, я уже 16 гигов наснимал, осталось 4. Вот тут видно свеженький. Где они, непонятно. Такой завальчик. Спущусь, поднимусь, потом дойду до Санька. Последний день охота везде побывать. Успеем, там и будем. Белку сломало сильно ветра. Тишина тут тоже, ничего нету, там речка, березнячок, не рябчика, ничего, там прошел еще одно пархалич, красиво природа сделала, кочечку и они там пристроились. Обратно, пути сейчас сниму, покажу. Нету, ребят, ничего нету, нету, нигде. Даже рябчика нету. вот кочечка такая здесь рябчики. Вот тут видно свежачок. Ну, а где этот рябчик? Не видать. все, теперь уже точно до Санька зашел уже, по дороге куда можно. Пойдем. дупло. Дерево старенькое. Уже высохло. Дупло. Пойду до Сани. Вот, ребят, попался мне кап. сходил я за топорником в лодку. Санек там уже костер собирался разводить. Сделаю я из него ручку. Ладно. Только что-то смотрю, рейка прибита, не знаю для чего. Направление задавали. Чего? Ничего не видать вроде. Ни туда, ни туда. Ручку потом я вам покажу. Может, как буду делать, но вряд ли. Скорее всего, уже готовую. Сегодня, ребята, у нас день вообще без добычи. Ничего не поймали. Ни одной рыбки, ни одной поклёвки даже не было. Сейчас баньку затопили, натопится. Вечером баньку примем. Так, по большому счёту, вообще ноль. я по лесу прогулялся, ничего. Санёк прогулялся, ничего не поймали абсолютно. Пойдём. Сегодня банный денёчек. Попоемся, побреемся, всё, чтобы чистенько было. Всё нормально будет. падает, да? Да, листья западает. Давай, одно возьму и пойду. воду. Опа. Воду мы уже натаскали. Не знаю, будет в бане снимать, не будет, надо посмотреть температуру. Не видно будет в темноте. Ой, сейчас запотеет всё. Барометр-то. Нет. Ничего. Ничего не видно. Всё запотело. Хотел это, снять сколько температуры. Свет зажгём, потом посмотрим. Сколько обзорчик делал, а корень вам так и не показал. Вот у меня банька, фундамент. Я выравнивал. 4 года он стоял, отстаивался, потом на нём сруб поставили. Баньку поставили. Какой корешок? Он был беленький. Мы хотели его покрасить, так руки не дошли. Сейчас смотрю, уже подгнивает немножко. Сказочный корешок. Ну вот мы баньку приняли, друзья. Всё. Тимошка отказался, не захотел. Сейчас отдыхаем. Время у нас полвосьмого. Всё, будем чаёк сейчас попьём, будем отдыхать. На этом наше путешествие только завтра в спуске всё и заканчивается. Ну всё, ребят, собрались мы домой. Сегодня дождь. Всё, избушки прибрались, порядок. Всё красиво. Всё, едем. Остаётся одна. 16-го Серёга должен приехать. Всё будет нормально. Рябинку тряпочков оставили. Пусть клюют, размножается. Подписывайтесь на канал. Будет ещё много интересного, думаю. Не каждый год так неудачно, конечно. Ни рыбы, ни рябчиков, ни дичи, рана ещё. Но всё впереди, не последний день живём, дай бог. Так что мы с Саньком уже загрузились. Сейчас поедем. Всё, мы загрузились. А это что за хуйня? Красиво. Это Женя. Фома защиту себе сделал, но походу на один раз её хватило. Какие-то виллы сделал, вот у него ломало эти штучки. И он здесь оставил. Фома. Так что всё, мы загружены. Тимоша решил только покушать. Вон ему коврик поселили, сверху сейчас накину и поедем. Дождь вообще беда. Не знаю. Последнее время, всё время на дождь попадаю, как домой спускаться. Ладно, подписывайтесь на канал, смотрите видео, ставьте лайки. На этом наше путешествие закончится, спускаться снимать не буду, дождь идёт. Счастливо, друзья.